Сегодня мы приехали в место, которое называется Burley Falls. Конкретно вот это место, вот такой комплекс домиков под съем, с таким вот причалами. Можно снять лодку на прокат. Пройдемте, посмотрим, что тут есть. Я вижу, что тут есть домики, столики. Такое местечко приятное. Это место находится 160 километров от Норс Йорка, 150-160 где-то примерно так. Видно, что оно популярно у рыбаков. Туда пройдем, да? Ручеек. А? Красиво. Пойдем дальше. Тут такие плавучие пандусы. Сейчас пройдемся чуть-чуть туда. Мы ищем какое-нибудь место для пикника, взять с собой мангал, мясо покушать. Хотим какое-то место такое. Ну, как тут пахнет. Сосной. Главное, чтобы тут не было какого-то запрета на частную собственность. Потому что это все тут возможно. Да, вот такие вот причальчики. частная. Ну, это уже, наверное, частная собственность. Облака какие сегодня. Ну, знаете, мне кажется, Онтарио это рай для рыбаков. Вода тут, конечно, просто обалденная, прозрачная, чистая. Потому что в этих озерах никогда не было промышленности. Тут не строят какие-то комплексы металлургические или другие производственные, какие-то химические комбинаты. Поэтому что-то надо отсюда уходить. Неправильно зашел. Столик. Ну, посмотрим еще что-нибудь поищем. Посмотрим. Маленький бородачок. Ох, блин, не видно. Бежал. Шустрый. Ладно, пойдем узнаем. Вон офис. Как тут можно пользоваться столами или нет. Камушек, чтобы не упал. Поставили столбик. Не, ну, конечно, если такой упадет, будет не очень хорошо. В общем, сказали, что нельзя. Потому что столики это для тех, кто паркует эти лодки тут. Или остается в этом коттеджном поселоке. Ну и пойдем дальше. Мест тут много. Поэтому, я думаю, это не проблема должна быть. Сейчас мы вернемся. Там дальше должны быть водопады. И небольшой парк возле них. Чуть с другого ракурса. Была вода? Да, так. Выложено аккуратненько. Вот так. Там какая-то водичка течет. Ну вот мы и на парковку, наверное, пришли. Вот так. мы чуть-чуть дальше проехали метров сто по дороге нашли место по типу маленького парка ох ярко тут небо наверное ничего не видно будет такая вот заводь там вот должны быть такие как водопады сейчас мы подойдем поближе посмотрим на них вот они водопады тут как бы пороге молодежь ловит рыбу не очень красиво нужно идти туда ту сторону увидите пороге но тут очень много людей занимаются кемпингом вон там вот люди расположились с домами на колесах мы нашли местечко в парке расположились вот столики есть туалет вдалеке такая вот зона для пикничков и там можно даже рыбку половить чуть-чуть дальше сейчас мясо чуть-чуть пожарим овощи взяли мы чуть-чуть греночки наши подходят здесь у нас такой газовый баллончик подсоединяешь тут такое место где река ходит в озеро такие получаются шлюзы небольшие маленькие лодочки большие лодочки поплыли дальше такая вот лодочка да неплохой агрегат очень неплохо милое дело на таком кататься видите вот ворота шлюза сейчас будет наверное опускаться вода ух где-то метров шесть это другое озеро наверно там озеро вот эта штука наверно открывается и вода вся уходит туда сейчас дальняя медленно закрывается сейчас посмотрим что будет дальше так закрылась а та лодка поплыла судя по всему сейчас начнут спускать девушки операторы сейчас я ищу сейчас я ищу друзья ящик если покрывают ищу 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 как во всех парках есть какая-то информационная доска судя по всему тут наследие то что пришло от индейцев карта местности местная мы где-то вот это вот тут барды холл фоллс барри город на север торонто и торонто где-то вот тут гуси-лебеди мама мамаша это мамаша и ее выводок она ругается эти не ругаются а нет шипит тоже сегодня здесь проплывало огромное количество катеров спуск на воду для лодок не забирают лодочки есть тут такой вот fire pit можно жарить барбекю делать специальное колечко так вот заводят лодку потом она съезжает все по рай нам до дома сходим посмотрим общественные удобства в этом малюсеньком парке да еще посмотрим лед лед и дрова и а спасибо вот ничего так прилично туалет и довольно чистенько нормально так потолок